Добрый день! Вы искали лечение витаминоза? Отлично! Вы понимаете, что витамины и микроэлементы обеспечивают высокую работоспособность вашего организма и жизнь без болезней. Я врач-фитотерапевт, диетолог Борис Качков, как никто вас другой понимает. Когда ваше питание сбалансировано, все отлично. Когда ваше питание хаотично и бессистемно, оно напоминает цвета моей одежды. И возникает вопрос, как будет работать организм, когда вы его таким образом обеспечили? Ну, оптимально, конечно, когда ваш организм обеспечен на уровне, ну просто, выделяющегося из этого ансамбля зеленого воротничка. Но зеленый цвет в радуге – это серединка, это гармония. Зеленый цвет очень любит метаболический мозг вашего организма – печень. Когда она работает оптимально, вы не думаете, где найти витамины и микроэлементы, вы просто их имеете, клетки их имеют, работоспособность обеспечена. Когда ваш организм на том уровне активности получает не совсем полноценное питание, не совсем сбалансированное, еще не проблема, на этом уровне вы обеспечите его питание, вернетесь легко. Но по моей одежде вы попадаете на голубую полоску. Это легкое снижение работоспособности. Вернуться легко, вернуться не проблема. В принципе, и находиться многие тут могут, потому что тут еще болезни нет. Хуже, когда вы прозевали эту стадию и попали в состояние легкой депрессии, снижения работоспособности уже приличного, когда вас беспокоит утренняя лень, когда у вас снижение иммунитета, когда периодически возникают какие-то вирусные или бактериальные инфекции. Вот здесь сложнее. Здесь тоже можно вернуться в состояние здоровья, но путь значительно длиннее, потому что вам нужно дефицит этот восполнить. Это не единомоментный акт, это все-таки процесс. Многие идут, правда, по другому пути. Они видят падение работоспособности и начинают принимать стимуляторы. Любые стимуляторы, любые средства повышения работоспособности, начиная с банального витамина С в больших дозах и заканчивая более жесткими средствами, что они делают? Вы не обеспечили своему организму правильное питание, а активность усилили. Значит, что получается? У вас большие энерготраты. Траты того, вы начинаете тратить то, чего не имеете. Вы прожигаете свою жизнь. И, потеряв резерв, вы попадаете на другую полоску. С голубой вы попадаете на серенькую. Серенькое состояние депрессии. Это уже жесткое снижение иммунитета. Это уже синдром хронической усталости. Это куча болезней, из которых вы уже не выходите. Вы переходите из одной болезни в другую. С этого состояния стимуляторы еще в большей степени вредны. Почему? Потому что дефицит очень большой, резервов еще меньше. И вся стимуляция приведет к тому, что вы перейдете на темную полоску. Это черные дни для вашего организма. Чтобы не двигаться по этому пути, я предлагаю обеспечить вашему организму правильное питание. А это рацион питания, это режим питания. Без этого вы никуда не денетесь. Потому что вы видите кучу свежих овощей, фруктов, зелени. Там есть витамины. Почему же вы ищете витамины, микроэлементы? Почему вы ищете их, как их вернуть в организм, как их насытить? Почему это на вас не работает? Да просто потому, что вкладывая несистемно и хаотично в пищеваритную систему, вы этим кормите, всем этим многообразием витаминов, кормите патогенных бактерий, а может быть даже и паразитов. Потому что дисбактериозы сегодня знакомы каждому. Кто не знает сегодня гастрит, холецистит, язвенный болезнь, энтерит, колит, геморрой, эзофагит. Кому это не знакомо? Это вторая стадия дисбактериозы кишечника. Третья стадия. Это хронический панкреатит или хронический гепатит, жировой гепатоз, театогепатит. Четвертая стадия. Когда вы знакомы с инфекциями в дыхательной системе, на коже и в мочеполовой системе. Дисбактериоз кишечник очень интересная штука. Можете на моем канале найти соответствующее видео. Оно показательно. В пищеварительной системе живут и паразиты. Увы, когда у нас был железный занавес, мы знали только 29 видов паразитов. Сегодня, когда мы ездим и по Африке, и по Азии, мы привозим оттуда экзотических паразитов. Всех на планете паразитов, которые способны жить у человека 150 видов. Тоже видео можете найти на моем канале. Не проблема. Пока вы это не приведете в порядок, пока вы не приведете в порядок свою пищеварительную систему, ни о каких витаминах, микроэлементах можете даже и не мыслить. Они вам будут сниться только в сне. Реальной жизни их не будет. Организм не будет работать на них. Еще один момент. Это патология печени поджелудочной железы. Но очень важно это состояние печени. Почему? Потому что если в печени есть какой-то вялотекущий гепатит, или у вас перенесен когда-то был гепатит, и вы его никогда не лечили. Или у вас в печени есть жировой гепатоз, или стеатогепатит. Любая патология печени говорит о том, что полноценного усвоения витаминов, микроэлементов из пищи не будет. Потому что печень вырабатывают белки-переносчики. Не болтаются витамины, микроэлементы по вашему организму, сами по себе. Они крепятся к белку-переносчику, с ним идут в организм. Если нужно в клетке, если клетки сыты, там витамины есть, их накапливает печень. Если она здоровая. Если печень больна, если там есть какая-то патология, не накапливаются витамины, микроэлементы. И вам хорошо летом, вам хорошо в начале осени, когда вы массово получаете эти витамины, и несмотря на плохую печень, клетки работают хорошо. И вам плохо, начиная с осени, с зимы, с весны. Тут зависит от степени дефицита, насколько плохая у вас печень. Чем хуже печень, тем раньше вы начинаете болеть. Тем раньше вы начинаете задумываться о том, где все это найти. Пока вы этот весь блок не вылечите, никаких витаминов, микроэлементов для вашей клетки полноценно поступать не будет. И там будут снижения работоспособности, будут появляться любые болезни. Вы лечите их, а реально вам нужно лечить пищеварительную систему. Вам нужно начинать отсюда. Но я врач, диетолог, уже не первый год, более 25 лет. Врачебного стажа более 40 к ней опубликовал. Поэтому я немножко знаю, о чем говорю. И предлагаю просто комплексный системный подход, который учитывает первое это введение, правильное введение продуктов питания, своевременное введение, определенный режим питания, устранение всех этих проблем с пищеварительной системой и с печенью. Только после этого вы перестанете искать витамины, микроэлементы в интернете, в средствах массовой информации и других, потому что они будут находиться у ваших клеток, будут работать там эффективно, а вы будете жить без болезней. Если вам такой вариант лечения подходит, обращайтесь. Системное комплексное лечение по методу доктора Скачко, оно эффективно поможет найти вам витамины, микроэлементы в вашем организме и обеспечить вам высокую работоспособность и активное долголетие.